Эдуард Мане родился 23 января 1832 года в городе Париж, Франция. В 1839 году они отдали отпрыск в пансион Аббата Пуалу. По причине абсолютного равнодушия к учебе Агюст перевел наследника в колледж Ролена, в котором тот обучался в период с 1844 по 1848 годы. Несмотря на огромное желание Мане стать живописцем, отец был против того, чтобы сын, нарушив семейную традицию, стабильной работе предпочел творческую самореализацию. Неизвестно, как бы сложилась судьба импрессиониста, если бы брат матери Эдмон Эдуард Фурнье, увидевший в Эдуарде тягу к искусству, не оплатил племяннику посещение курса лекций по живописи, на которые мальчишка ходил после занятий в школе. Из-за академических стандартов, которые лишенные образности мысли и преподаватели считали основой художественной самобытности живописца, уроки рисования не вызвали ума неожидаемого интереса. К копированию гипсовых изваяний он предпочитал рисование портретов своих товарищей. Понимая, что сын даже под страхом смерти не свяжет жизнь с рутиной государственной службы, Агюст выбрал меньшее из двух зол, позволив отпрыску заняться мореплаванием. В декабре 1848 года Эдуард в качестве юнги поднялся на борт корабля. Путешествие через Атлантику и пребывание в Рио-де-Жанейро перевернуло его мир с ног на голову. Родившийся под дымчатым небом Парижа и воспитывавшийся в буржуазной среде парень открыл для себя красоту солнечных просторов и сияние красок окружающей его действительности. Мане понял, что хочет в совершенстве овладеть навыком переноса увиденного в реальной жизни на холст. Когда 13 июня 1849 года амбициозный юноша сходил по трапу на французский берег, его дорожный чемодан был набит карандашными зарисовками. После круиза он с 1850 по 1856 годы обучался живописи в мастерской популярного в то время художника Тома Кутюра. Однако в этих занятиях сразу проявился сильный антагонизм, трудно найти что-то более несочетаемое, чем стремление манья к живому искусству и поклонение кутюра жанровым и стилистическим канонам рисования. Единственным плюсом было то, что именно в мастерской Тома, требовавшего от своих учеников изучения старых мастеров, создатель картины Лола из Валенсии открыл для себя классическое наследие. Оставив рутину художественной школы, 24-летний Эдуард занялся самообразованием. Помимо регулярного посещения Лувра он часто путешествовал по музеям Италии, Германии, Австрии, Голландии, Испании, после посещения которых, как любой начинающий художник, копировал работы великих мастеров, Тициана, Веласкеса и Рембрандта. В самом начале творческого пути каждый художник, желающий обрести популярность, должен был выставляться на официальной экспозиции Парижской Академии изящных искусств. Манья много раз подавал свои картины на рассмотрение жюри, но то было слишком консервативным, чтобы выставлять его работы. В 1859 году вместе с друзьями он пытался выставить свои полотна в проходящем раз в два года салоне. Тогда его творение любителя абсента было отвергнуто. Однако в 1861 году критики благосклонно приняли два других произведения Эдуарда, портрет родителя и гитарера. В начале 60-х в работах Мане преобладали морские и испанские мотивы, Лола из Валенсии, Кирсаджа, испанский балет, Алабамы, пленерные сцены, бега в Лонгшаню, темы современной истории, расстрел императора Максимилиана, а также религиозные сюжеты «Мертвый Христос». В 1863 году император Луи Наполеон повелел выставить отвергнутые произведения официального салона в расположенном рядом дворце промышленности. Эта параллельная выставка получила название «Салон отверженных». Подлинным центром притяжения стала картина Эдуарда «Завтрак на траве». За ней последовала Олимпия, на которой натурщица Викторина Миран была изображена обнаженной на кровати. В последующее десятилетие Мане явил своим соратником блистательный пример творческой энергии. Он писал портреты, цветочные натюрморты и сцены на скачках. Если где-то происходило важное событие, он отправлялся туда и изображал его. В 70-х годах живописец создал самые светлые свои работы, железная дорога, в лодке и аржантей. Отражением его тяжелых мыслей, навеянных болезнью, является написанная в 1881 году картина «Самоубийство». В 1849 году в жизни художника появилась Сюзанна. Женщина, в которую живописец влюбился с первого взгляда, работала учительницей и преподавала фортепианную грамоту младшим братьям автора картины «Нана» и «Жену» 1833-1892 года и «Геставу» 1835-1884 года. В январе 1852 года Сюзанна родила сына, которого назвали Леону. Примечательно, что отцовство было приписано не Мане, а некому Каэлу. Эдуард же стал крестным папой новорожденного. Биографы, изучающие жизнь и творчество именитого импрессиониста, по сей день не могут дать точный ответ по поводу родства Леона и Эдуарда. На этот счет существует две официальные теории, первая гласит, что настоящим отцом мальчика была Гюст Мане, который положил глаз на 20-летнюю учительницу еще в момент появления ее в их доме. Сторонники второй версии предполагают, что Леон, сын Эдуарда, которого боявшийся осуждения и порицания живописец не захотел признавать. Примечательно, что отношения с Сюзанной портретист не придавал огласке вплоть до свадьбы. За время тайного романа гравер пополнил свою амурную копилку парой-тройкой имен. Известно, что у художника была интрижка с натурщицей Викториной Миран. Девушка пленила живописца своей естественной красотой и тем, что благодаря своей природной артистичности, легко меняла образы. Их любовная история закончилась, когда Викторина пристрастилась к алкоголю, и от ее былого шарма не осталось и следа. Спустя 11 лет с момента рождения Леона, 28 октября 1863 года, импрессионист женился на Сюзане. После состоявшейся церемонии бракосочетания барышня стала жить вместе с мужем, его матерью и сыном под одной крышей. Известно, что Манни регулярно изменял супруге, которая, к слову сказать, была в курсе его частых интрижек. Еще до свадьбы влюбленные заключили между собой негласное соглашение, Сюзанна не закатывала избраннику истерик по поводу его романов, а Эдуард, в свою очередь, не оставался на ночь у любовниц и каждый вечер возвращался домой, продолжая играть роль верного мужа и любящего отца. В 1868 году в Лувре создатель шедевров «Олимпия» и «Завтрак на траве» познакомился с художницей Бертой Мориза. Впечатленный самобытной красотой женщины, он при первой же встрече уговорил ее позировать. В общей сложности Эдуард написал не менее десяти портретов Берты, балкон, отдых. Портрет Берты Мориза, портрет Берты Мориза с букетом фиалок, Берта Мориза с веером. Несмотря на взаимное притяжение, между ними не могло быть ничего, кроме дружбы. В момент их встречи Мане был уже связан узами брака. Берте оставалось отпускать язвительные замечания в сторону супруги художника и довольствоваться их общей с Эдуардом страстью к живописи. В 1879 году у Мане появились грозные признаки атаксии, болезни, при которой вследствие поражения головного мозга нарушается координация движений. Официальное признание Эдуард получил за год до своей смерти. В 1882 живописец закончил одно из самых значительных произведений в европейской живописи 70-80-х годов прошлого века, Барф Фоли Бержер, за которое был награжден орденом почетного легиона. Мане умер через 11 дней после ампутации пораженной гангреной ноги 30 апреля 1883 года. Могила создателя картины, написанной под влиянием Франца Халса и Диего Веласкеса. Музыка в Тюэль-Ри располагается на кладбище Пассив в Париже. На траурной церемонии прощания, помимо родственников, присутствовали друзья импрессиониста, Клод Мане, Эдгар Дега и Пьер Ренальд.